Привет! Недавно я ездил в Киев на Манавар, о чем, собственно, показывал в своем влоге, и даже название было влога с чем-то связанным с Манаваром. И некоторые из вас думали, что в этом влоге я покажу, собственно, сам концерт, вот, а я его не показал. Но, собственно, почему так получилось? Во-первых, я изначально не собирался снимать концерт, нет, изначально я немножко собирался его снимать, но потом увидел условия посещения, и там была запрещена съемка, съемка даже на мобильные телефоны, ну, то есть, проход с техникой. Я решил не рисковать и, соответственно, оставил свои камеры, соответственно, оставил свои камеры, не стал их с собой вообще брать, вот. А вторая причина, в принципе, какой вообще смысл снимать концерт со стороны зрителя, ну, если у тебя есть вход за кулисы, да, ближе к сцене, стоя кредитован, это одно. А если ты просто, как бы, обыватель, который просто пришел послушать, соответственно, ничего интересного ты все равно не снимешь, и таких видеосъемок на том же Ютьюбе хватает. И, соответственно, ну, нахрен я буду вместо того, чтобы отдыхать, заниматься видеосъемкой, которую все равно особо никто смотреть не будет. Ну, а теперь вопрос номер два, собственно, мои впечатления от мероприятия. Вы знаете, когда я покупал билет, а покупал я его, в принципе, в первый день, вроде после того, как объявили, что мановар вообще будет в Киеве, я представлял себе мановар, мановар, потому что это крутая группа, которую я слушал еще, учась в школе, мановары всегда славились своими шоу, то есть это такой, такая эпичная, пафосная группа, в хорошем смысле слова, когда прям ух, и вот реально на это хочется смотреть. То, что было в Киеве, это был пиздец. Сейчас после концерта на Facebook ивенте очень много обсуждений, и люди разделились как бы на две категории. Одна такая, как и я, которая пишет, что это был пиздец, а вторая это дрочеры на мановар, ну, истинные поклонники, которые говорят, без разницы, как это было, главное, что это было. Ну, и, собственно, почему мне это не понравилось? Первое. Организатор не позаботился вообще о том, что люди, которые придут на этот концерт, захотят увидеть группу. Он поставил очень низко сцену, где ботинки, так сказать, ноги музыкантов находятся на уровне глаз посетителей, слушателей. И получается, что если вы отходите от санометра на 3-4, то из заголов вы уже практически ничего не видите. Вам надо подпрыгивать, либо садиться кому-то на плечи. А мы были во второй фан-зоне, в которой вообще ничего не видно, уже на второй песне. Я понял, что, оказывается, это играют музыканты, а не включена фоновая музыка. Вот, по звуку. Громко, это не значит качественно. Очень громко. Так, что, блядь, просто все вышибает. Но в то же время круто было слышно барабаны, но голос достаточно сильно лажал в каких-то моментах, даже тупо прерывался. Такое было ощущение, что как будто батарейка садится у микрофона. Свет. Свет, как в сельском ДК. То есть какие-то, блядь, лампочки, которые просто как-то бы мигают. И шторки были. Были, знаете, вот эти вот красные, бархатные шторы со времен Советского Союза, которые во всех домах культуры висят. Вот там они висели тоже. Представьте, эти шторки, блядь, новогодняя светомузыка сельского ДК. И на всем вот этом уебищном антураже выступает группа Мановар. И отдельного внимания заслуживает видеоряд, который был запущен на экран за музыкантами. Я так понимаю, группа привезла с собой, но там графика, которую, не знаю, сейчас сделает, наверное, пятиклассник, да и настолько допотопного графического оборудования уже не существует. Когда у группы такое имя, она должна этому имени соответствовать. А если у организатора не хватает денежков, чтобы устроить шоу, ну тогда, наверное, лучше не привозить группу или не называть это шоу. Как-то вот такого хотелось. Вот на какой концерт надо ехать. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...